Девушки отдыхают С удовольствием, с радостью Господь во имя Иисуса Христа, не задавая излишних вопросов, потому что благодать, она именно располагает наше сердце доброходности. Благодарим тебя, Ислам, и весь народ да скажет Аминь. Спасибо вам за ваше пожертвование, дорогие друзья. Дорогая церковь, мы взяли одну песню. К уважению этому человеку, пастору, сначала чуть-чуть споем на английском, а потом на вашем родном языке. Наш Бог велик! 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 Будь со мной! Наш Бог велик! Наш Бог велик! Наш Бог велик! Наш Бог Наш Бог пока мы поем эту песню прославления и в общем кодки в вашем канал продолжать пребывайте в этом Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо, Господи! Спасибо, Господи! Спасибо, Господи! Спасибо, Тебе за свежее помазание! Мы благодарим Тебя за Твою доброту! Спасибо за милость! Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Господи! Спасибо, Иисус! Спасибо за Твою любовь! Спасибо, что Ты любишь нас! Спасибо, что Ты избрал нас быть в Твоем присутствии! Спасибо за прославление! Спасибо, Господи! Спасибо за новое начинание! Спасибо за пастора и его супругу! Спасибо за каждого, кто находится на этом месте! Спасибо за каждого, кто находится на этом месте! Мы входим в Твое присутствие! И все становится возможным! Господь, это Твой народ! Говори к Твоему народу! Сделай что-то новое в их сердцах! Сделай что-то новое, Господь! сдачи! Сделать Спасибо, Господи! Говори к сердцам Твоих людей. Говори в их ситуации. Говори с их сердцами. Господи, пусть будет Твоя воля. Спасибо за присутствие. Спасибо за доброту. Спасибо, Иисус. Благословляем Тебя, Господь Иисус. Славим Тебя, Иисус. В Твоем Иисусе Христа, мы молимся. И те, кто любит Иисуса, притчим Аминь Иисусу. Аминь. Пусть твои руки для Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Вы можете взять свои сетки. Присаживайтесь, пожалуйста. Слава Богу. Слава Богу. Слава, 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 слава. Я это переводить не буду. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Будь, 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 будь. Мы сейчас находимся в Доме Божьем. Мы в Его присутствии. И поэтому самое великое счастье быть в присутствии Божьем. Мы настолько благословлены быть здесь, потому что мы в Доме Божьем. Мы в присутствии Божьем. А в присутствии Божьем невозможное становится возможным. В присутствии Божьем что-то новое случается и происходит. Будьте готовы к чему-то новому. Потому что что-то новое сейчас случится в нашей жизни. Потому что Бог очень добр. Слава Богу. Я очень благословен быть в этой церкви. Прекрасная церковь. Это дом. Это семья. И благодарю Богу, что я здесь. И у вас замечательный пастор. И его супруга. У вас замечательный пастор. У вас замечательный пастор. Он действительно отец. Ценю его служение. Ценю дар Божий в его жизни. Благословляю вас, вашу жену. Спасибо, что пригласили меня. Да благословит Господь вас. И пусть Господь благословит всех остальных пасторов вокруг вас. И чтобы Господь употребил вас. Благословить этот город. И даст вам Господь долгую жизнь. Минимум 150 лет. Слава Богу! Слава Богу! Всегда воодушевляю народ, чтобы они благословляли своих пасторов долгой жизнью. Потому что если пастор живет долгой жизнью, тогда он полностью сможет притворить Божью волю и помазание в жизни людей. Молитесь все, чтобы Господь дал вашему пастору долгую жизнь. Благословляйте пастора Своему. Поддерживайте пастора. Воодушевляйте пастора. Благословляйте его. Сделайте так, чтобы ему было легче притворять Божью волю в жизни. А тогда Господь благословит вас. Слава Богу! Окей. Значит, я постараюсь все делать быстро. Мы открываем с вами Луки, пятую главу. Стихи с первого по седьмой. Господь дал мне слово для вас, поэтому будьте готовы, будьте готовы, еще раз будьте готовы. Будьте готовы к тому, что Бог приготовил именно для вас. И будьте готовы к тому, куда вас Господь приведет. Будьте готовы к тому, что Господь вот-вот притворит в вашей жизни. Потому что большинство людей, в большинстве случаев, ждут Бога. А что, пока Господь работает? Потому что я хочу, чтобы вы четко поняли, что Бог не приготовляет для вас благословение. Но Бог приготовляет вас для благословения. Господь не готовит для вас служения. Господь готовит вас к служению. Господь не готовит для вас Чудо для вас. Но Бог готовит вас к этому чуду. Поэтому будьте готовы, будьте готовы, чтобы вы были готовы к следующему уровню вашей жизни, потому что в жизни есть уровни, служение имеет уровни, помазание имеет уровни, разные стадии. Также в бизнесе есть стадии, не важно, где вы сейчас находитесь, то есть это не самая последняя автобусная остановка в вашей жизни, вы на данный момент находитесь в переходном периоде, самый лучший уровень впереди вас, и не важно, как вы видите себя сегодня, Я здесь, чтобы сказать вам, Господь не переживает о вашем сегодня, Бог думает о вашем завтра, потому что завтра у Него есть большее, чем сегодня, и не важно, через что вы сейчас проходите, Хочу вам сказать, что это не последняя ваша автобусная остановка, у Бога всегда есть следующая стадия развития вашей жизни, и кто из вас готов сейчас к новому уровню развития? Вы готовы к новым возможностям? Новым возможностям? Новым дверям? Так, приготовьтесь! Аллилуйя! Давайте посмотрим, что нам Слово говорит здесь. Пятая глава Луки, стихи с первого по пятый. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и Сев учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. А теперь давайте немножко мы расширим это. Стих первый, он очень интересный. Библия нам говорит, что народ теснил, на английском переводится слово толкал Христа. Но теснил народ Христа только об одном. Почему? То есть ради чего они теснили Христа? Чтобы слышать Слово Божие. То есть здесь мы не видим, что они его подталкивали или теснили из-за чудес. Не теснили ради благословения. Потому что народ хотел слышать Слово Божие. И всякий раз, когда народ будет теснить Иисуса для того, чтобы услышать Слово Божие, то есть они снова и снова теснили Его ради Слова. Потому что Слово очень важно. Потому что если у Бога есть что-то дать вам, единственное, что Он даст вам, это Слово. Слово очень важно. И то, что сейчас Господь вам даст, это Слово. Господь вам не даст сейчас чудо. Бог в данный момент хочет дать вам Слово. И когда вы получаете Слово Божие, что вам нужно, это то, за кем следовать. То есть сначала, прежде чем Бог даст чудо, Он даст Слово. Очень важно Слово. И когда народ голодает по Слову, чудеса случаются. Пробуждение случается тогда, когда народ испытывает жажду по Слову Божьему. Сегодня люди приходят в церковь с разными мотивами. Но если каждый из вас будет приходить в церковь только для того, чтобы слышать Слово, все проблемы будут решены. Слово очень важно. И то, что сейчас Господь вам посылает, это Слово. И я хочу воодушевить каждого из вас здесь. Если вы ждете чудо, не ищите. Идите за Словом. Если вы хотите перемен в своей жизни, идите за Словом Божьим. Если вы хотите получить благословение, идите за Словом. Если вы больны, идите за Словом. Потому что когда вы получаете Слово Божьим, тогда Слово делает то, что вам нужно. Сотворяет то, что вам нужно. Это очень важно. И сейчас Господь вам даст Слово. И то Слово, которое Господь вам даст, это не Логос, это Рема. Бог вам даст откровение, которое навсегда изменит вашу жизнь. Одно Слово от Господа поменяет любую ситуацию. И Господь вам скажет одно Слово сейчас. И вы увидите, как ситуация ваша изменится. Вы готовы к Слову? Слово говорит, что народ теснил Христа, чтобы услышать Слово Божье. И когда Господь искал что-то, Господь сказал партнеров, то есть Бог должен работать, Он ищет партнеров, с которыми Он может работать. То есть когда Библия на английском языке говорит, что мы работаем с Богом, мы партнеры Богу. Многие говорят, мы работаем на Бога. Нет, не так. Вы работаете с Богом. Бог не ищет работников, Он ищет партнеров, чтобы Он передал этим партнерам, чтобы те благословили других. Поэтому Библия говорит, что он увидел две лодки, а рыболовы вышли из них. А эта лодка, она пустая. Потому что Бог употребляет пустые лодки. Господь всегда ищет пустых людей, чтобы употребить их. Ищет пустые сосуды, чтобы наполнить их. Потому что Бог, Он Бог тех сосудов, которых Он наполняет. Ипустые сосуды, они испытывают жажду по Господу. И когда Иисус нашел две пустые лодки, Он нашел те лодки, которые были в наличии. Недостаточно быть готовым, нужно быть в наличии, то есть быть готовым. Поэтому Господь употребляет тех людей, которые хотят, которые готовы. Лодка пустая, и лодка готова. Тогда Иисус хочет владельцу лодки, чтобы спросить разрешение владельца. А после того, как Он зашел в лодку, Он потом попросил владельца, чтобы Он оттолкнул лодку. То есть вы уже вступили, теперь зачем просить то, чтобы я оттолкнул, если ты уже у меня в лодке. То есть Иисус просил разрешение владельца. Он даже не просил разрешения, Он просил действия владельца лодки. То есть Он не идет за обетование. Он идет за тем, чтобы мы действовали. То есть если вы хотите, чтобы Бог использовал ваши лодки, начинайте толкать свои лодки. Потому что Иисус ищет того, чтобы вы сделали шаги, действия. Не просто слышание слова. А чтобы делать это слово. То есть Петр ему сказал, да, ты можешь использовать лодку? Нет, давайте я сейчас более подробнее здесь объясню. Когда мы читаем весь параграф, Он говорит о Петре, который ловил рыбу. То есть они работали всю ночь. И они не смогли поймать ни одной рыбы. Печальная история, они были очень разочарованы. Это профессиональные рыболовы. У них опыт огромный. Всю ночь работали очень тяжело. И со всей своей профессией и опытом. Со всеми своими докторскими званиями. Ничего не случилось. Печальная история. Потом Иисус его просит. Употребить эту пустую лодку. Проблема в чем? Не потому что рыбы не хватает. Рыбы было достаточно в озере. Очень много. Но здесь другая проблема. Иисус знал решение этой проблемы. Иисус хотел научить Петра. Иисус хотел научить Петра. Иисус должен был научить Петра, как ставить правильно свои приоритеты. Почему пустая лодка? Потому что у владельца лодки был неправильный приоритет. И Иисусу его нужно было научить, чтобы он свои приоритеты поставил правильно. То есть Иисус говорит, я использую твою лодку сначала. Можно я сначала использую твою лодку? Я сначала не наполню твою лодку, а потом использую ее. Сначала я возьму лодку. И если ты сначала мне дашь употребить твою пустую лодку, тогда я ее наполню. То есть Иисус учил Петра, если ты правильно поставишь свои приоритеты, твоя лодка никогда не будет пустой. Если ты ищешь Царствие Божие, во-первых, и Его праведность в твоей жизни, жизнь твоя никогда не будет пустой. Твоя лодка никогда не будет пустой. И твой бизнес никогда не будет пустой. И семья твоя не будет пустой. И служение не будет пустой. Если ты первым поставишь Бога в своей жизни на первое место, то есть Иисусу, Иисус научил Петра, Он сказал, я знаю, что лодка у тебя пустая. И вопрос не в нехватке рыбы. Там достаточно рыбы. Но приоритет твой неправилен. И сейчас я вас учу, Иисус говорит, сначала я употреблю твою лодку. Если сначала ты разрешишь мне использовать эту лодку, тогда ты увидишь свою лодку наполненной. Сегодня у христиан большая проблема. Почему лодка постоянно остается пустой? Потому что нас не учат, как правильно ставить свои приоритеты. Мы не учимся. И если мы не можем правильно расставить приоритеты, лодка никогда не будет наполнена. Жизнь твоя не будет пустой, если правильные приоритеты. Вот сейчас некоторые из вас сидят здесь. Внутри вас пустота. То есть, жажда внутри, которая должна быть удовлетворена. И только Иисус может вас наполнить изнутри. Либо протечка какая-то идет, либо еще что-то, но душа пустая. И только Иисус может наполнить эту пустоту вас. Но если вы поставите Его на первое место в своей жизни, Иисус говорит, что жизнь ваша никогда не будет пустой. Жизнь ваша наполнена будет любовью, радостью, миром. Слава Богу! Только Иисус может заполнить эту пустоту внутри вас. Дальше пойдем. То есть, я делал так. Господь, если ты благословишь мою лодку, я дам тебе мою лодку. Это вот недавно у меня была такая молитва. Если ты благословишь мой бизнес, я благословлю работу Божью. Я так молился. Господь, если ты мне дашь больше, я тоже дам тебе больше. Это манипуляция. Вы стараетесь манипулировать Бога. Номер два. Бог первый. Все остальное второе. То есть, когда вы молитесь, Господи, благослови мою лодку. А потом дам тебе эту лодку. То есть, вы меняете приоритеты. Бог у вас вторым идет. Бог на первом месте должен быть. Дайте лодку свою Богу, когда она пуста. И если благословляете, благословляйте Господа первым. И Бог говорит Петру, Петр, твоя лодка пустая. Но я должен ее наполнить. Сначала я должен ее употребить. Сначала я использую твою пустую лодку. Потому что я и альфа, и омега. Поставь меня первым. И если ты поставишь меня первым во всем, лодка твоя никогда не будет пустой. И вот сейчас он кому-то из вас говорит. Проблема не в Боге. Проблема не в обетовании. Все возможно Богу. Бог может исцелить тебя. Бог может восстановить твое тело. Бог может вас пробудить. Вопрос в чем? Бог первый ли в вашей жизни? Если Бог первый в вашей жизни, лодка никогда не будет пустой. Иисус использовал лодку. Потом Он ее использовал. После того, как Он ее использовал. Он повернулся к Симону. И сказал, Симон, сейчас ты ставишь свои приоритеты правильно. Все, что тебе нужно, сейчас к тебе придет. Потом сказал Симону, хочу что-то сделать. Но поскольку ты теперь поставил свои приоритеты правильно, Господь даст тебе направление. Бог даст тебе мудрость. Господь даст тебе стратегию, чтобы ты наполнил свою лодку вполне рыбой. То есть, первое, что сказал Иисус Симону, Он сказал, оттолкни лодку и забрось сети в глубину. О, аллилуйя! Отплыви на глубину. Что это значит? Первое, выйди из зоны комфорта. Выйди из этой зоны. Пока ты находишься в зоне комфорта, ты будешь получать те же самые результаты. Пока ты постоянно будешь идти и делать то же самое, за дня в день, если ты хочешь что-то великое, нужно остановиться делать то, что ты делаешь сегодня. Если ты хочешь лучших результатов, ты должен выйти из зоны комфорта. Потому что если ты начинаешь выкидывать свои сети в зоне комфорта, ты получишь те же самые результаты. Поэтому выходи из этой зоны комфорта. Вы готовы к чему-то новому в своей жизни? Новые уровни? Тогда время пришло для вас выйти из зоны комфорта. Потому что ничего великое так жеetah там обмор зат obsessий в зоне комфорта и продолжится. pedir ry도י